Всем привет! Вы слушаете очередной, уже целый третий выпуск подкаста SDCast о разработке ПО и его окрестностях. С вами я, КС Дайвун, и сегодня у меня в гостях Вячеслав Слинько, разработчик, один из разработчиков фронтенда сайта Сбербанка, о чём мы тоже обязательно поговорим. Слав, привет! Привет! Слушай, ну, вначале, как всегда, хочется услышать пару слов о тебе. Расскажи, может, чуть подробнее, потому что я так коротко сказал, разработчик, и всё. Может быть, ты что-то ещё отметишь? Ну, не знаю, что отметить. Я, в принципе, разрабатываю под веб уже лет, не знаю, 5-6. Пришёл к этому совершенно случайно. Вот это, кстати, расскажи, потому что всегда интересно, знаешь, там, кто-то так осознанно, а у кого-то, видишь, ты говоришь, случайно. Это вот как? Я очень часто, как, наверное, и все, переустанавливал Windows на своём компьютере в те времена. Вот. Мне это дело однажды надоело, и я у друга своего спросил, что же есть на свете, кроме Windows. Вот. Он мне дал там какой-то дистрибутив Linux, мой первый, я даже не помню какой. Вот. Установить мне у него не удалось даже. Скачал я после этого Ubuntu, там были первые версии какие-то из. Вот. И пошло, поехало, я пытался настроить интернет на нём. Там у нас сетка была, какая-то местная, локальная. Пытался я настроить интернет где-то, если не собрать, полгода. О, как. Ну, это ещё всё в консоли, насколько я понимаю, так сказать, со всеми вытекающими. Да, да, да. Там через VPN, по-моему, всё было. Так что для меня это было после Windows очень сложно. Ну, однажды я таки смог его настроить, вышел в интернет и уже примерно осознавал, что такое Bash, как вообще программируют люди, плюс-минус. Вот. И захотел сделать локальный сайтик об этом Ubuntu, который я использовал для локальной сетки. Ну, и понеслось там PHP, HTML, CSS и так далее. Понятно. Ну, а сейчас ты вот больше, так сказать, всё-таки чем? Там это фронтенд, насколько я понимаю, да, в JavaScript, так сказать, занимаешься? Или как? Фронтендом я занимаюсь, наверное, ну, в смысле, больше времени, где-то года полтора. До этого был бэкэнд, PHP, Symfony. Ну, там, пробовал всякий Python, Ruby и всё остальное. Понятно. Ну, а вот всё-таки почему, так сказать, фронтенд, почему JavaScript? Как вот? Как-то мне показалось, что в бэкэнде мне уже мало что интересно в плане PHP. Вот. Пошёл изучать что-то новое. Вот. Изучать новый бэкэнд на других веках вебовские желания не было большого. Угу. Вот. Ну, начал копаться в фронтенде. Вышел на новой интересной технологии. Вот. А как только вышел Node.js, так вообще. Кстати, как вот ты, как тебе Node.js? Вот, знаешь, тоже вопрос такой, ну, немножко холиварный, но, тем не менее, так сказать, интересно слышать твоё мнение. Вот, знаешь, там, типа, все сейчас говорят JavaScript, вот он, значит, с выходом ноды, это один язык для фронтенда и бэкэнда, то есть такая прям вот лафа. Да, вот ты как вообще считаешь, это правда или всё-таки JavaScript в браузере и на ноде это немножко разные вещи? Ну, конечно, это вещи разные. Хотя не мешает, ничто не мешает их совмещать успешно. Нет, ну, да, но я про то, что всё-таки, знаешь, так сказать, вот я не считаю, что там разработчик, который там писал на JavaScript под браузер, да, вот в один момент, так сказать, не понимая, не вникая, сможет легко начать писать на ноде. Ну, неправда это. С этим, да, я с этим я согласен, но так как у меня опыт был на бэкэнде, мне вообще было без проблем начать писать на ноде. Понятно, слушай, ну вот всё-таки, да, там как вначале сказал, что, так сказать, ты имеешь, приложил руку к новому сайту Сбербанка и там писал в группе рассылки React, да, что вы там успешно его внедрили. Вот расскажи немножко поподробнее, так сказать, да, хочется просто узнать, во-первых, что, так сказать, было до этого, ведь это же, так сказать, не с нуля писалось, да, уже был какой-то работающий сайт, на чём оно было там, ты как-то в теме в этой? Ну, да, немножко в теме. Был старый сайт Сбербанка, был он, наверное, уже лет 5 или 6, если я не ошибаюсь, в той версии. Писался он на движке от компании РБК, я думаю, известный. Ну, да, да, слышно. У них там какой-то свой движок на PHP, фронт-энд был у них такой олдскульный, jQuery по чуть-чуть, по все места всунутый. Ну, в общем, какая-то такая мишура, так сказать, там лапша, понятно. А и вот в какой-то момент, значит, было принято решение, как-то всё это дело переписать, оживить или как, чего всё это, так сказать. Ну, я понимаю, что это больше, наверное, такой вопрос не разработческий, но, тем не менее. Опять-таки, вот, кстати, почему React, да, какие ещё варианты вы рассматривали, почему выбрали именно его? Началось всё с того, что, да, Сбербанк захотели оснащить свой сайт, был там, насколько я помню, тендер на разработку фронт-энда. Вот, соответственно, я пришёл уже в команду специально для проекта Сбербанка. Условия были, конечно, такие серьёзные. Надо было сделать, переделать фронт-энд 80 сервисов, примерно, плюс-минус функциональных. Это, там, калькуляторы, всякие формы, баннер-крутилки. Переделать нужно это было за несколько месяцев буквально. Дедлайн был там, то ли, 3-4 месяца. И, соответственно, переделка включала в себя как дизайн, так и верстку всю с нуля, разработку на JavaScript. А бэкэнд оставался за компанией РБК, ныне называется Armada. Отвели ли они его на той же админке, то есть, ничего, никаких обновлений не делали. И для этого была разработана куча-куча всякой документации для того, чтобы с нами синхронизироваться с бэкэнчами, протоколы и так далее. А у вас там какой-то там, не знаю, реестр, там, ну, такие общие принятые какие-то вещи, или что-то такое вот в разных местах, что называется, по-разному нагорожено, или как-то все это все-таки в некое четкое такое что-то вылилось? Ну, у меня, кстати, стандартизация была на основе jQuery событий, так сказать. Мы с фронта вызывали, генерировали некое событие на jQuery, бэкэнчики писали обработчик для него. Подожди, а с фронта, ты говоришь, ну, на фронте в браузере, так сказать, jQuery, а как оно на бэкэн-то попадало, что-то я немножко выпустил. Ну, так вот, мы генерировали это событие, а бэкэнд-разработчики писали на том же JavaScript-е обработчик этого события и сами решали, как им гонять там, аяксом, либо... О, нифига себе, я, слушай, даже вот не думал, что такое, так может быть, выстроено взаимодействие. Да, в принципе, очень удобно было для нас. Ну да, у вас, так сказать, все в браузере, а уже там кто послушает события, услышит и обработает, в общем-то, согласен, вам так не важно. Понятно, ну ладно, хорошо, так, и дальше чего? Как вот все-таки, какие вы рассматривали варианты, вот там React, там Angular, я уж не знаю, что еще? Да, ну да, в самом начале, до этого у меня как бы был опыт работы только с Angular'ом такой, достаточно. Вот, я начал пробовать делать все это в Angular'е, потом, пока было время, там, первые несколько дней для расшатывания, то есть, там, начиналось только все согласовываться, задачи, чтобы их не было, я начал пробовать всякие другие новые библиотечки. Вот, и один из разработчиков нашел вот этот React-библиотечку. Вот, мы написали на него тесты, вот там, первый сервис, самый простейший, который был. Сравнили все это дело чисто с точки зрения кода, ну, нам больше понравился React. Вот, он был такой новый, красивый, с всеми его особенностями. Понятно. А что еще какие-то варианты были, помимо, там, Angular'а, React'а, не знаю, Backbone, там, с марионеткой, еще что-то? Да, мы пробовали мы Backbone, правда, без марионетки сначала, голый попробовали, ну, самый базовый. Ну, он уж совсем базовый, прям вот. Ну, да, ну да. В принципе, Backbone был уже третьим, вот, и, начиная на нем работать, мы уже... В середине попытки поняли, что будем писать все-таки на React. И что, вот, так сказать, прям на React'е у вас, так сказать, там, легковесные все эти, ой, как сказать, ну, неизменяемые данные, вот вы тоже этот, так сказать, парадигм используете или как построено все? Про архитектуру немножко поподробнее можешь, так сказать, рассказать, было бы интересно услышать. В целом, да, мы стараемся придерживаться базовой концепции React'а, неизменяемые данные, изменения состояния, но иногда приходилось, конечно, хардкодить, делать, например, один большой-большой компонент, либо менять состояние, сам объект состояния, то есть не планирует его. Хаки бывали, да. А вообще организовано все достаточно просто, я бы сказал. Есть вот эти 80 модулей, которые нам было реализовать. Для каждого модуля есть, соответственно, им компонент, который все инициализирует. Вот, соответственно, для каждого модуля генерируется отдельно CSS, вот, и есть всякие общие стили и общие утилиты, которые вынесены в отдельный общий файлик. Ну, это тоже как модули, так сказать, да, они его подгружаются просто по мере необходимости. Да, мы использовали Browserify, соответственно, CommonJS, развивку на модуле, для CSS мы использовали Stilus, язык. Понятно, а что тоже, так сказать, вот там, вы бы смотрели еще, так сказать, ну, все там эти Sass, LS и прочие все эти штуки. Да нет, в принципе, Stilus мы уже ранее использовали, был опыт. А, ну, уже, так сказать, был опыт, поэтому просто взяли его, так сказать, уже как готовые технологии. Проверенные, что называется. Да-да. Понятно. И, в общем, вот так вот все это как-то живет, так сказать, да? Угу. Ну, здорово, здорово, что можно сказать, конечно, вкратце. Может быть, конечно, хотелось кому-то каких-то еще подробностей услышать. Но я думаю, там это, пусть наши слушатели, если такие найдутся, задают вопросы, а дальше мы, возможно, соберемся еще и обсудим. Правда? Ну, да. Из интересного могу сказать, что у нас было, я вот недавно посчитал, примерно 18 тысяч строчек кода чисто вот бизнес-логик компонентов без всех внешних библиотек. Это чисто JavaScript на все эти 80 модулей. Ну, прилично, в общем-то, прилично. Слушай, ну, а вот как вы все это дело, соответственно, собираете, выкладываете? Поскольку 18 тысяч строк кода, это тебе там не один файлик там залить и обновить, да? Вот как у вас построен процесс деплоя? Изначально собирали мы все стандартными средствами грунта, соответственно, разбивка на файлики, каждый раз при каждом сохранении он все перекомпилировал. Ну, там каткотинация, да, наверное, объединение каких-то там файликов тоже. Ну, этим занимался сам Browserify, он объединял файлики по нашей логике, по компонентам, создавал общий файлик. Ну, где-то там на середине проекта уже разработки стало понятно, что пользоваться этим невозможно в плане разработки, потому что компиляция уже начала занимать там, не знаю, полминуты. Соответственно, за сучь рукава я засел за Sublim и начал писать новый сборщик, ну, плагин для ГУПа, который собирал по своей логике. Только изменения, соответственно, да, наверное? Да, и кэшировал те файлы, которые он компилировал. И примерно с этой полминуты скорость упала где-то там до трех секунд максимум. Ну, в смысле, возросла. Ну, да, возросла. Время сократилось, понятно. Ну, хорошо, так сказать, вот у вас, значит, там будет Гранд, Галп. Да, у нас есть Скайпробот наш, он следил за всеми нашими коммитами, которые мы совершали. Соответственно, он запускал всю эту сборку полную без кэша. Все, что он собрал, он отправлял по FTP на тестовый сервер, соответственно, армадный бэк-разработчик, который они нам предоставили. Понятно, слушай, но это, я так понимаю, не только, в смысле, и сам сайт СБРФ, и там какой-нибудь Сбербанк Онлайн, тоже это вот, или это отдельное что-то? Нет, нет, мы только делали сам сайт Сбербанк.ру, СБРФ.ру. Никаких внешних обычных проектов мы не касались еще. Понятно, я просто так, ну, большой там, кто там чего онлайн, потому что Сбербанк Онлайн, конечно, тоже такой отдельный сервис. А здесь это всякие, ты говорил, модули, это типа там какие-нибудь онлайн-калькуляторы кредитов и прочее, да, вот эти штуки такие. Да, да, да. Понятно. Слушай, ну, что, хорошо. Было, так сказать, довольно-таки любознательно. Эту тему обсудили, здорово. Вот, я, так сказать, предлагаю просто еще какие-то такие веб-штуки, темы обсудить. Вот, как ты относишься к веб-компонентам и вообще вот этим всем современным таким тенденциям превращения, ну, как бы вот в модули, да, вот началось все там с джиоскриптовых, там, CommonJS, и сейчас это там AMD, да, там, LMD. Ты как вообще на вот эти вещи смотришь? Однажды, да, я пробовал, не помню, как называется, библиотечки, по-моему, от Гугла, которые полифил для веб-компонентов. Вот, ну, впечатления, так сказать, неоднозначные. Вроде бы идея правильная, все выглядит в теории красиво, но на практике писать это мне было неприятно. Но чего, чего именно-то вот как бы, в чем именно не понравилось? То есть идея-то как бы очень красивая, да, что у тебя самодостаточный такой компонентик, он вот, все, у него своя песочница, все на уровне браузера, не надо никакому там свой огород городить, вот. Ну, что сказать, слишком много HTML. Я посмотрел их экземплы, как они делали наследование этих компонентов из-за точки преопределения. Ну, выглядит это чисто визуально не очень. Вот, а с точки зрения самих технологий, да, перспективно, вот, как только поддержка без полифилов в браузерах будет, можно будет пробовать уже. Ну, сейчас браузеры, вон, развиваются семимильными шагами, поэтому, знаешь, как бы, это раньше, так, знаешь, там, несколько лет уходило на то, чтобы, так, браузеры, там, раскачались, что-то начали поддерживать, а сейчас, вот, очень многие вещи очень-очень быстро появляются. Там, все браузеры выпускают версию одну за другой, как горячие пирожки, и уже, там, здесь отказались, там, от префиксов, тут добавили одно новое, тут другое, так что, в общем, мне кажется... Развивается, да, конечно, быстро, но людей, которые пользуются старыми браузерами, становится меньше. Не так быстро. Не так быстро, да. Ну, с этим не поспоришь. Кстати говоря, а вот у вас какие требования были, то есть, какая поддержка каких браузеров требовалась у Сберия? И Е8 плюс. А, Е8, ну, это еще хоть как-то, это, конечно, не девятый, но все-таки, не шестой. Да, ну, в любом случае, попотеть так даже пришлось. Понятно. Слушай, ну, вот, еще, кстати, такой вопрос. Вы только чистый JavaScript использовали, или какие-то, вот, там, всякие CoffeeScript, TypeScript, Dart и прочие штуки? Изначально мы писали на CoffeeScript, совместили это с React. Так, там, получилось очень даже красиво. Нечто похожее на Lisp. Интересно. Да, соответственно, где-то на середине, после того, как был написан сборщик, я просмотрел все, что мы написали на CoffeeScript. И, в принципе, из CoffeeScript нам ничего и, по сути, не нужно было, там, использовать такого, кроме, ну, базового синтеза. Не, ну, синтакс шуга, что называется, удобное вот это вот написание. Ну, и после этого пару новых компонентов мы написали на JavaScript уже с компилятором React, который JSX, вот, ну, с такими HTML-ными тегами внутри JavaScript, ну, выглядело это, на мой вкус, более цивильно. Понятно. А еще ты какие-то, вот, пробовал всякие, там, Dart, и, не знаю, TypeScript, вот, какие-то еще альтернативы JavaScript? Пробовать не приходилось, но я пристально смотрел на TypeScript, читал про него. Вот, очень интересный, очень интересный язык, вот, но я все-таки надеюсь, что в скором времени можно будет нормально использовать уже ECMO Script 6, вот, и, в принципе, тогда-то Script будет не так сильно нужен. Ну, вот, я-то, знаешь, так, в процессе, так сказать, общения все-таки, мне кажется, сложилось такое впечатление, что ты сторонник вот JavaScript, ну, то есть, это вот как нативный, что называется, и больше привяжен писать на нем, нежели на каких-то компилируемых языках в JavaScript. Я правильно, так сказать, такой вывод сделал, или как? Да, правильно. Несколько раз пробовал на JavaScript, темы, писали, но в итоге все-таки вернулся на обычный JavaScript. Вот, понятно. Ну, вот, да, у меня просто тоже такое же мнение, то есть, мне как-то кажется, что все вот эти какие-то компиляторы, ну, то есть, преобразователи, они, конечно, позволяют, может быть, немножко, ну, где-то ускорить, там, добавляют красивости, но по факту надо понимать, что все, что ты пишешь, оно в любом случае превратится в JavaScript и выполняться будет на виртуальной машине JavaScript, а никакой там не TypeScript, поэтому, ну, да, можно писать там переменные, сказать, что на string, но надо понимать, что в браузере, в JavaScript там нету никаких типов, да, строгой типизации, то есть, вот, все-таки, мне кажется, надо, что называется, основу, знать основу, прежде чем освоить. Ну, безусловно, начинать именно с компилированных языков, я думаю, не стоит. Ну, вот, согласен, согласен с тобой. Слушай, ну, я думаю, довольно-таки неплохо, мы так обсудили всякие вопросы, вот, я предлагаю пока что на этом, так сказать, завершить, вот, а дальше будут еще какие-то вопросы, ну, если не откажешься прийти еще в гости, будет здорово. Хорошо, конечно. Вот. Ну, что ж, спасибо всем, вы слушали выпуск SDCast, до новых встреч, пока-пока. Пока.